Приходят тебе люди и хорошо говорят, что если ты опишешь Аллах этим, то ты уподобил. Мы не уподобливаем абсолютно. Во-первых, мы говорим только лишь то, что сказал Аллах, его посланник, Али Саратусам, это раз. Во-вторых, мы заявляем о том, что когда мы описываем Аллах тем, во-первых, чем он сам себя описал, и также описал его посланник, Али Саратусам, мы описываем его этим самым, не приобщая, то есть не отрицая это, потому что Аллах об этом сказал, не искажая это, не задаем мы вопросы, как, то есть не пытаемся найти образы и так далее, и не уподобляем Аллах, Субханаху, его творениями. И невозможно, братья, представить себе подобие Аллаха, его творениями, или же чтобы творения были подобны Всевышнему Аллаху, Субханаху. Поэтому те люди, которые приходят из-за твоей, может быть, слабой веры, или же твоего слабого знания, пытаются тебе какие-то сомнения научать и так далее, и говорят, что, ну хорошо, если, например, ты заявляешь, как будто бы это ты заявляешь, а не посланник Али Саратусам, это в достоверном хадисе сказал, но в любом случае, что Аллах, Субханаху, спускается с 7-го, то есть, или же свыше 7-го, да, первое небо каждую третью часть ночи, пока третья часть ночи здесь, значит, там тоже и так далее. А как он спускается и так далее, значит, получается, некоторые вот так говорят, я не киль, чо ет ла ензель, некоторые говорят, то есть он постоянно, то есть поднимается-опускается, поднимается-опускается, то есть вот этим он занят всегда. Что ты ответишь ему на это? И если он тебе скажет после этого, хорошо, если он на троне, и ты говоришь, что Аллах спандер возвышен на троне, но так же он спускается на первое небо, в трон тогда, значит, пустует, получается, все это время, на троне никого нет и так далее. Что вы ответите ему на это? Как можно это ответить? Логично или не логично? То есть его проблема, его удивление, то, что вызывает его удивление, оно логично или не логично? Вот это проблема, вот то, что правильно Мансур сказал, то, что проблема в том, что они, логика их работала бы, если бы они говорили обо мне или вас, то есть если бы они говорили о ком-то сотворенном. Но они говорят о Всевышнем Аллахе, ты не знаешь, как он выглядит в принципе, ты не знаешь, как все, в принципе, работает у Всевышнего Аллах, чтобы заявлять о том, что будет ли пустой трон, то есть он постоянно спускается, поднимается и так далее. Это не твое дело, тебе сообщили, и ты веришь в это. И поэтому, братья, смотрите, можете запомнить такое правило. «Ля вази мусыфат иль махлюк ля тальзамуль халик». «Ля вази мусыфат иль махлюк ля тальзамуль халик». То, что следует из качеств творений, не связано с Творцом. То есть, если я скажу, что Фарид сейчас восседает, например, или же на своем стуле и так далее, и он каждые пять минут будет подходить ко мне и давать мне салям, например. Значит ли, когда он мне будет давать салям, что стул будет пустой или нет? Значит, без никакого разногласия. Почему, что мы знаем, кто такой Фарид, что он человек, и в любом случае, если он встанет, подойдет, то стул будет пустовать. То есть, не сможет Фарид и сидеть там, и подойти ко мне, стоять рядом со мной. Это невозможно. Почему, что он человек? Почему? Потому что это следует. Это называется лязим. Лязим у сыфати. То есть, это сыфатуль в данном случае, если он поднимется и так далее, следует из этого, что опустошится его место и так далее и тому подобное. И много-много другое. Или же, если, например, я разозлил его в чем-то. Хорошо. Пусть Аллаху бережет. Хорошо. Сильных дагестанцев злить. Так себе удовольствие. В любом случае, если разозлю, то что? Может, у него лицо покраснеет. Хорошо. Может быть, он сделает то, что если бы он был в спокойствии, он бы никогда не сделал. Так или не так. И это что? Опять же, лязим у сыфатуль гадаб лиль махлюк. То есть, это то, что следует из такого качества, как гнев у творения, у сотворенного. Но мы говорим, что это все, что следует из этих сыфатов, из этих качеств, не связано с Аллахом в принципе. То есть, ты не можешь этим... Почему? Потому что Аллах, в принципе, не подобен изначально творениям своим. Поэтому Аллах, субхану тааля, возвышен над своим троном. Возвышается. Каким образом? Один только Аллах, субхану тааля, знает. Мы не знаем, братья. То есть, мы знаем, как восседают, например, как возвышаются над своими тронами какие-то короли и так далее. Представляешь? Почему? Потому что это творение. Ты все это прекрасно понимаешь. Но как это делает Аллах? Один только Всевышний, Аллах, субхану тааля, знает. Мы не видели его. Мы не знаем. Так или не так. Поэтому говорили некоторые имамы. Говорили, что? Говорит, приходит человек и говорит, «Акфар убираббин нензилю илляс сама». Говорит, я не верую в Господа, который спускается на первое небо. Потому что не верю в это. Отвечали, чем говорили. «Анаумин убираббин нефалю маяша». А я верую в Господа, который делает все, что пожелает. То есть, и не будет он у тебя спрашивать, что ему делать, что ему не делать. Аллах, субхану тааля. То есть, эти люди как будто бы что? Пытаются сделать так, чтобы Аллах, субхану тааля, у них разрешение спрашивал. На то, что бы он делал или же не делал. То есть, субхану тааля, говорят, невозможно или же недозволено. Вот так некоторые говорят. Является обязательным для Аллаха сделать так, и нельзя ему делать так-то, так-то. То есть, вот таким он. «Ля яджузу аля Аллах», говорят. «Недозволено для Аллаха, чтобы он так-то, так-то делал». Кто ему, субхану тааля, ты не позволяешь? Жалкое создание, субхану тааля. Кто ты такой? Или же говорят, яджибу аляллах, то есть является обязательным для Аллаха, как говорят, муатазириты, акляниты и так далее. Является страшным заблуждением, кто ты такой? Аллах говорит, ла юсалю амма яфал, ва хум юсалюн. Аллаха не спрашивает за то, что он вершит, но Аллах спросит у вас за то, что вы совершали. Поэтому в любом случае, то есть эти братья три вида единобожие, мы с вами разбирали их и в трех основах, и в других книгах, и иншаллах еще, то есть будем. И будем на это много-много своего времени, то есть мы не скажем тратить, а зарабатывать свое время, хорошо изучая единобожие. Мы говорим, что в первую очередь Аллах, он единственный творец. И только он оживляет, умершляет, управляет всем сущим хорошо, то есть он дает пропитание. И это причина, по которой мы поклоняемся только лишь одному ему и не можем никого приобщать ему в сотоварищи. Потому что никого нет вместе с Аллахом, кто мог бы делать что-либо подобное. И затем этот Всевышний Аллах, которому мы уединяем в поклонении, он написан, братья, именами и качествами, которым никто не подобен ему и в которых он никому не подобен. Аллах, Субхану Талли, исключителен в этих своих именах и качествах. Это понятно. И мы сказали, что у нас здесь, во-первых, четыре вещи. Это что? То, что мы не уподобляем Аллах, Субхану Талли, творением, не отрицаем его качества, не придаем им какой-то определенный образ, так как мы не знаем. Хорошо, но вместе с этим мы говорим, что образ, он есть. И что делаем? Не искажаем. То есть не портим, не искажаем, не извращаем значение слова и так далее и тому подобное. И мы говорим то, что, опять же, хорошо будет вам запомнить это правило. Ля вазиму сафат аль махлюк, ля тальзам аль халик. То, что следует из качеств творений, не описывается этим или же не имеет никакой связи со Всевышним Аллахом, Субхану Талли. И поэтому, братья, здесь ты понимаешь, то есть то, насколько скверно слово этих людей, когда они пытаются тебя опровергнуть, в то время как на самом деле описали Аллах своими творениями, кто? Что эти же люди, то есть когда они тебе приводят эти свои примеры, это значит то, что он в своей голове грязный, хорошо, он уже уподобил Аллах Субхану Талли творений. Поэтому, то есть этот вопрос в принципе не является правильным. То есть нет на него правильного ответа, потому что сам вопрос неправильный. Сам вопрос неправильный. Если я у тебя спрошу, брат, почему воздух черный? Какой ответ на этот вопрос? На этот вопрос нет ответа. Ответ на него только лишь воздух не черный, воздух прозрачный. Вот воздух вокруг тебя и ты не видишь, что он черного цвета, так или так. Или же почему небо фиолетовое, например, или же еще какое-нибудь там, я не знаю, хорошо, то есть красное. Небо не красное, небо все знают, все дети знают, что небо голубое, трава зеленая, так или не так. И ты, в принципе, не прав в своем вопросе. Как я тебе должен отвечать на неправильно заданный вопрос? Аллаху муста.